здравствуйте мои дорогие друзья ребята мы продолжаем работать и нашей победной серии это на ваши замечательные вопросы поэтому как всегда призываю вас пишите любые интересующие вас темы в комментариях под этим видео или любым другим видео которое вам понравилось и мы будем рассматривать ваши вопросы как темы для новых видео либо же темы для новых прямых эфиров ребятушки сегодня у нас замечательный вопрос от екатерины стыдсюк здравствуйте алексей постоянно смотрю ваше видео и сразу мотивируюсь екатеринечка спасибо огромное очень приятно хочу спросить во время голодания плохой запах изо рта жвачку как вы говорили жевать нельзя а как тогда избавиться от этого неприятного запаха на пг уже полгода но запах не исчезает огромное сразу спасибо за ответ екатеринечка спасибо вам огромное очень крутая тема которая очень многих ребят интересует поехали разбираться дорогие мои я призываю вас вступать в ряды пг марафонцев ребята следующий пг марафон стартует уже 22 июля обязательно записывайтесь как отправить свою заявку для участия вы найдете в описании прямо под этим видео ребятушки не медлите потому что мы ограничиваем количество мест участников жду вашу заявку а тем временем полетел разбираться с вопросами екатерины вперед екатеринечка спасибо огромное давайте сейчас по порядку и по пунктам мы с вами пройдем по всем нужным моментам которые вы должны обязательно знать для того чтобы во первых избавиться от неприятного запаха изо рта во вторых чтобы все ребята которые смотрят эту тему нашли что-то полезное для себя во первых вы абсолютно правы жвачка действительно содержит себе сахар даже наш любимый орбит стимурал или дирол или реглист термин а не важно все эти замечательные жевательные резинки при перевороте их на обратную сторону и внимательном изучении состава конечно же содержит сахар там написано что сахара фактически в них не содержится и это правда действительно настоящего сахара тростякового в них не содержится но в них содержится масса сахарозаменителей которые аналогичны как бы натуральным и если у вас есть хоть какой-то лишний вес плюс 10 15 20 и ярко выраженная инсулин резистентность в этом случае я критически не рекомендую использовать спрей с сахарозаменителями использовать жвачки с сахарозаменителями потому что любая сладость вашей ротовой полости будет провоцировать ваш организм к выбросу инсулина потому что это автоматически настроенный рефлекс сладость значит выделяется слюна значит следом последует глюкоза и организм начинает наперед отрабатывать ваш инсулин вырабатывает панкреатическая его железа в кровь и тогда мы с вами получаем очень неприятную историю когда по сути сахара то и нет а инсулин есть и это приводит к жесткому тремору и хочется убивать и становится еще сложнее держать голод поэтому ни в коем случае с инсулин резистентностью не кушайте жвачку либо не пшикайте зубы чистить можно в этой всей ситуации ребята зубы чистить можно потому что это обязательная процедура вы не глотаете пасту вы не глотаете пену с жевательной резинкой вы сглатываете слюну и факт сглатывания всегда приводит наш организм в бешенство если он чувствует сладость поэтому очень важно понимать эти две большие разницы следующий пункт номер два мои дорогие а это белок конечно белок и еще раз белок очень простое объяснение если вашей диете очень много белка из пищи а особенно если вы употребляете белок из порошковых решений это может быть сывороточный протеин это может быть соевый протеин это может быть и казин это может быть смесь разных белков если у вас слишком очень просто если у вас слишком много белка в организме он будет вызывать неприятный запах изо рта потому что это естественный процесс распада разложения излишка белка попробуйте понюхать ваш молочный шейкер если вы не помоете например сутки после того как сходите в зал это же ужас такое ощущение как будто там умер кот полгода назад поэтому обязательно контролируйте приличество белка если у вас больше чем один грамм на килограмм массы тела и вы натуральный атлет это слишком много это будет приводить неприятному запаху изо рта просто уменьшите количество белка и вы решите эту проблему на корню конечно же здесь мы приходим с вами сразу к пункту номер три это наш процесс жиросжигания любой процесс использования наших жировых подкожных отложений в энергию проходит через окисление наших жировых отложений и естественно при окислении нашего жира в энергию при работе на кетонах все излишки процесса распада жировой структуры будут выводиться с дыханием и это может приводить к не очень приятному дыханию этот процесс ограничен по времени когда вы перестанете активно сжигать жир эта беда уйдет поэтому пожалуйста посмотрите если вы находитесь на пг уже полгода как вы сказали но все еще теряете вес это значит вы находитесь в активной фазе жиросжигания бояться этого не стоит нужно всего лишь переждать и следующий пункт которому мы подходим мои дорогие друзья это кислотность 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 еще раз кислотность мы должны обязательно следить за уровнем ph в нашем организме я не говорю что нужно обсессировать по этому поводу но очень важно понимать что кислотность вашего организма в разных частях его отличается где-то она должна быть более щелочная где-то она должна быть более ярко выражена кислоты например в желудке если ваша ротовая полость окисляется если в ней ph понижается вам нужно а вам показано обязательно использовать пищу ощелачивающую воду о которой у меня есть отдельный ролик я там рассказываю как важно следить за нейтральным уровнем ph в вашем организме как важно употреблять правильную пищу для здоровья вашего организма стрессы и вообще жизнь в целом занятия спортом и не только все это приводит к тому что мы теряем нейтральный уровень паши и наш организм закисляется закисление приводит к неприятному запаху изо рта либо же он может исходить глубже из горта не это не имеет значения ваша ощелачивающая вода будет решать эту проблему полностью вам не нужны будут никакие жвачки и спрей потому что жвачки и спрей это всего лишь маскировка нам нужно всегда решать источник проблемы это точно так же как люди которые пытаются решить проблему не растущих выпадающих или нездоровых волос путем мой каких-то масок или шампуни либо же история с нездоровой кожей точно так же некоторыми людьми решается воздействием извне я всегда говорю что все эти проблемы нужно решать наоборот изнутри наружу ваша красота ваше здоровье всегда следует изнутри здоровья вашего организма на наружный покров вашего эпидермиса на здоровье ваших волос и точно так же ваше дыхание отражает уровень кислотности ну и конечно же не стоит забывать о таком засранце как кариес при наличии дырок зубах а будет неприятный запах потому что сам кариес это процесс разложения и естественно процесс разложения вашей зубной эмали вашей зубной ткани будет приводить к неприятному запаху изо рта здесь уж ничем не поможешь ни водой не жвачками не решением вопросом с белком поэтому обязательно нужно сходить донтисту проверить если у нас есть какие-то скрытые невидные дырки либо хотя бы попросить близкого человека посмотреть а может быть где-то там на восьмерках что-то происходит вот и вся история с проблемами неприятного дыхания на диетах при ощелачивании либо при такой банальной историй как кариес спасибо вам огромное екатериночка за этот замечательный вопрос ребята я призываю вас обязательно подписывайтесь на канал нажимайте кнопку здесь рядом с ней нажать и звоночек чтобы не пропускать регулярные аплоуды и начала лайв трансляции а мы тем временем двигаемся ребята только вперед и и Субтитры сделал DimaTorzok